всем привет с вами ted и вы на втором видео из моей серии коучинга на примерах starcraft 2 но они могут быть применимы к любой сфере собственно жизнедеятельности кто не видел первое видео которое сейчас на экране у нас идет документик из ворда о том как поставить цели достигать цели собственно смотрите сейчас вот там предложечка вверху мы эту штучку сворачиваем и переносимся сразу на шестой пункт это как скорректировать time management когда вы хотите достичь своей цели вот мы видим такую диаграмму тоже прыгнул в excel будем немножко тут баловаться ну вот что на этой диаграмме на этой диаграмме нас две полоски оранжевая и голубая оранжевая полоска это наша практика синяя полоска это теория заметьте они ни разу не падают на ноль они у нас начинаются одна получается с 90 другая с 10 и потихоньку переносится в обратную плоскость 90 10 что это значит вернемся опять сюда видим что первая наша задача когда мы хотим чего-то добиться поставить цель и определить время изучить базовые навыки вот как раз таки изучить базовые навыки это и начинается что до того как переходим к четвертому пункту к четвертому взяться за дело мы изучаем базовые навыки вот и мы видим что сначала мы начинаем максимально максимально все улыбляться в теорию когда мы уже изучили какие-то базовые навыки мы потихоньку добавляем практики но при этом практику все равно нужно дозировать и лучше на первом этапе когда у нас теория слабенькая практику ограничивать и и добавлять постепенно добавлять 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 потому что если у вас плохая теория и вы сразу добавить много практики вы будете сразу очень сильно тренировать плохие навыки поэтому всегда нужно начинать с того что нужно понять какие навыки хорошие и всегда много теории которая переходит в мало теории и мало практики которые становятся много практики то есть на уровне когда у вас теоретически основа достаточная, вы начинаете много-много-много практиковаться. Вот. И давайте, наверное, такую штучку посчитаем интересную. То есть сколько нужно времени, чтобы игроку, это, кстати, к этому тоже относится, вот, то есть создать промежуточные цели и скорректировать тайм-менеджмент, что я обещал, да, то есть как мы будем корректировать тайм-менеджмент, у нас, напоминаю, цель, мастер-лига за месяц. Сколько нужно времени игроку, чтобы взять мастер-лигу за месяц, при этом, ну, в принципе, понимая, что это в Старкрафте. Мы возьмем, что изначально наш игрок, допустим, имеет 2000 ММРа. Вот. Ему нужно, сейчас видно вам там, ему нужно ММР, МЛ иметь 4300. 2000, наверное, ну, это чисто такая бронзовая история. Хотя даже где-то 2300, скорее всего. Наверное, ниже 2000 нет. Поставим даже 2500, давайте, ради интереса. Допустим, сюда игрок что-то потренировался, вот хочет взять мастер-лигу за месяц. Мы смотрим разницу. Да, то есть разница у нас получается вот это минус вот это. Берем ММР за игру. Выделяем это в такую табличку, чтобы оно тут выделилось. ММР за игру в среднем дается, плюс 15. Берем винрейт. Винрейт это то, с какой скоростью вы будете набирать лиги. Ну и на самом деле, я вам скажу, что чем ниже ММР и чем больше вы грамотно в теорию вложитесь и начнете делать это правильно на практике, но немного, вы будете больше поднимать ММРа. Но мы возьмем, что наш игрок потом начинает проигрывать и в среднем идет с винрейтом 54%. Что такое 54%? Это из 100 игр вы выигрываете 8 игр в плюс. То есть 8 раз ММР в плюс. Получается вот это 8 умножить на 15. Вот это за 100 игр. И нужно разницу разделить на вот это. Вот. и пишем игр до ММР. Вот. Сколько нам нужно игр до ММР? Равняется вот это умножить на 100. 1500 игр. То есть игроку, которого 2500 ММР, чтобы взять мастер лигу, учитывая, что он новичок, и у него будет реально средний винрейт 54%, нужно 1500 игр. Вы видели явно примеры, когда это делалось быстрее, видели, когда это не делалось за 1500 игр. Но с грамотным подходом на самом деле вот 1500 спокойно это делается. Ну вот. И сколько на это надо времени? Вот. То есть для этого нужно, смотрите, какая вещь. 1500, точнее, вот это умножить на среднее время игры. И тут я всем объясняю такую штуку. Почему стоит играть, к примеру, All-In, а не какую-то длинную макроигру. Вот. Вот сейчас мы это, кстати, рассмотрим. Смотрите. Мы берем, давайте сюда идет, вот это будет макро All-In. В чем смысл игры, допустим, макроигры? Для тех, кто немножко не в теме. Макроигра это длинная игра в StarCraft, где мы развиваемся, ставим много баса, игра идет долго. А All-In это когда мы останавливаем свое развитие и идем в раннюю атаку. При этом мы все равно тренируем какие-то навыки. и, к примеру, этот игрок соберется играть в макро. Только в макро до мастер-лиги. То есть ему нужно сыграть 1500 игр. Если вы будете играть в макро, посмотрите, макроигра длится, к примеру, ну, 15 минут. Да, хорошее. У новичков, на самом деле, еще дольше. All-In любой. У новичка, что у кого, он будет примерно равный 7 минутам. И то есть мы вот это умножаем на вот это. Понравится, вот это умножаем на вот это. И это у нас в минутах. All-In макро. All-In у нас получился делить на 60. 175 часов. Если мы макро делим на 60, 375 часов. Представляете, насколько больше времени. И если мы вот здесь вот возьмем, допустим, за месяц, то получается, если вы новичок, и вы будете тренировать All-In и почему это опять же выгодно, игроки, которые играют круче, они будут и макроигру играть правильней, и вы будете учиться правильным вещам. Вот. И вот это мы делим на 30. Получается 6 часов в день. А вот это вот поделим на 30. 12 с половиной часов. Ну вот вы представляете, то есть если мы полный начинающий новичок с 2500 ммр и мы играем меньше 12 часов в день, нам не стоит рассчитывать брать мастер-лигу за месяц, за месяц, играя в макро. Вот. В этом вся суть. То есть абсолютно наносит самостоятельно, без какой-то либо помощи, потихоньку собирая информацию в интернете, у вас просто ну никак это не получится, потому что вам нужно в макро играть тупо долго игры. Но самое главное, что я сомневаюсь, что и винрейт будет такой же в макро, потому что игры будут очень разнообразные, будет много глупых поражений и так далее. Вот. Поэтому вот такая вот кривая наша скилл время, да, поэтому стоит играть правильные короткие игры, когда вы тренируетесь, а потом уже начинать развивать свои навыки, и тогда у вас все будет получаться. Вот такой вот у нас тайм-менеджмент на примере StarCraft 2 кривая получается теория практика. А с вами был Тед. Смотрите следующие видосы по коучингу собственно и другие мои видосы вот здесь вот плейлисты сейчас появляются и всем до новых встреч. Пока. Пока.